Рада видать на стриме журналист, столовый дучей Евгений Криселёв. Евгений Алексеевич, рада приветствовать, рада, что нашли время и возможность присоединиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Наш сегодняшний разговор хочу начать с темы о том, как сохранять критический взгляд, а проще говоря, не сойти с ума в условиях агрессивной информационной войны. 29 января вечером все мы стали свидетелями битвы инсайдеров, проинформированных источников вокруг темы с якобы отставкой заложного. Особо отличалась в этом всём рост пропаганды со своими какими-то неимоверными версиями. Во-первых, как вы оцениваете сейчас официальные источники, информагентства, если мы говорим об Украине, они проигрывают батл анонимным телеграм-каналам. И что с этим делать? И вот если комплексно брать этот вопрос, как вы считаете, кому выгоден был вброс с якобы отставкой заложного? Ну, подождите, пожалуйста, давайте не будем торопиться. А вдруг всё-таки отставка произойдёт? Вы знаете, всё-таки дыма без огня не бывает. И давайте не будем всё-таки сгущать краски и говорить, что все у нас телеграм-каналы адонимные. Ну, мы прекрасно понимаем, что Борислава Берёза, который, по-моему, первым запустил вот эту вот информацию о том, что якобы заложный отправлен в отставку, у него не совсем анонимный телеграм-канал. Все, кто этот телеграм-канал читают, знают, что это канал Борислава Берёзы. Ну и ряд других каналов. Иногда бывают каналы, которые названы именем и фамилией того или иного известного журналиста или общественного деятеля. Бывают каналы там созвучно названы там. Я сейчас, простите, на память всех не упомню, да? Бывает, что вот. У меня есть телеграм-канал, который называется «Настоящий Киселёв». С намёком на то, что есть ненастоящие. Вы догадываетесь, о ком идёт. Но при этом я вот, к сожалению, у меня руки не доходят до него. Просто не хватает сил и времени этот канал регулярно вести. Но есть люди, которые, скажем, в отличие от Ютьюба, развивают в первую очередь телеграм-канал. Потому что давайте не будем наводить тень на плетение, говорить, что все они анонимные. Да, телеграм-каналы не считаются средствами массовой информации и не подпадают под действие закона о СМИ. Это правда, да. То есть, скажем, привлечь к правовой ответственности автора телеграм-канала за то, что он распространяет информацию, которая не соответствует действительности и наносит ущерб чести, достоинству и деловой репутации физического или юридического лица проблематично. Потому что такая ответственность предусмотрена только в отношении средств массовой информации. Ну, это уже правовая сторона вопроса. Ясно, что дыма без огня не бывает. Ясно, что отношения между верховным главнокомандующим президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим вооруженными силами, генералом Залужным сложные, непростые отношения. Так бывает. Идеальных отношений между людьми порой не складывается. К этому надо относиться спокойно, да. Давайте поживем и увидим, чем все это закончится. Во всяком случае, мы же с вами помним прекрасно, что не первый раз возникает эта тема отношений между двумя людьми, между Зеленским и Залужным. Не первый раз возникает тема, что эти отношения складываются непросто. Теоретически можно было трактовать известное интервью, которое в конце прошлого года дал, простите, не американскому, а британскому журналу Economist, генерал Залужный, как публикацию, содержащую завуалированную критику в адрес Верховного Главнокомандующего. Точно так же можно было трактовать и какие-то заявления или публичные жесты президента Украины, как выражение недовольства или критики в адрес Верховного, простите, просто Главнокомандующего ВСУ. Сколько раз мы читали в разных сообщениях о том, что якобы фаворитом Зеленского является начальник Гура Уданов, что фаворитом Зеленского является командующий сухопутными войсками генерал Сырский. Помните, был такой эпизод, когда кто-то усмотрел некий глубокий смысл в том, что, перечисляя военачальников, которые принимали участие в каком-то совещании, Зеленский первым назвал Цирского, а только потом Залужного. Был же такой, да, вы помните, да? То есть я бы не стал вот всю эту историю, знаете, так откровенно характеризовать, как, я не знаю, там... Вброс? Как сейчас модно говорить, информационно-пропагандистскую спецоперацию. Вполне вероятно, что что-то в этой истории соответствовало действительности. Но указа нет. Указа нет. Это самое главное, что... Какой бы там был разговор между президентом и Залуженным, не было разговора. Вызывали ли, как утверждали вчера, Залужного на ковер в офис президента или не вызывали? Предлагали ли ему какую-то другую должность или не предлагали? В сухом остатке мы имеем то, что имеем. Указа об отставке Залужного на этот час нет. И вполне вероятно, не появится. Ну что ж, в этой теме следим за развитием событий. Теперь о уже конкретных фактах и конкретных заявлениях. И тут хочу с вами поговорить о праворадикалах из Рубынии и Венгрии, которые чуть ли не в унисон сейчас заявляют о своих аппетитах на украинские территории, о том, что они хотят дружить с Россией и даже выйти из НАТО. Что стоит, скажите, вот по вашему мнению за этими заявлениями? Какова тут роль, кстати, российских спецслужб? Ну, послушайте, российские спецслужбы, конечно же, что-то делают в разных странах. Ну, нельзя же даром хлеб есть. Наверное, есть там какие-то люди, которые пытаются за свою большую зарплату, которую им платят, что-то там сочинить, сотворить, организовать. Доложить, чтобы потом начальству можно было. Вот работаем с праворадикалами в Венгрии, в Словакии, где-то еще. Известно, что, например, большой скандал был во Франции, когда выяснилось, что Марин Ле Пен связана с российским финансированием ее партии. Есть подозрение, что существуют и связи между Москвой и вот этой вот... Сарай-Вагенкнехт. А? Сарай-Вагенкнехт. Я имел в виду... Нет, я имел в виду партию-альтернативы для Германии, которая вызывает большую тревогу у добропорядочных граждан ФРГ. Вот, по-моему, позапрошлое воскресенье, если я ничего не путаю, скажем так, в позапрошлые выходные, там, видимо, была и суббота, и воскресенье, в общем, позапрошлые выходные по всей Германии прокатились демонстрации и митинги против вот этой самой праворадикальной партии, которая усиливает в последнее время свои позиции, и опять-таки есть основания подозревать руководство этой партии, что оно находится в особых отношениях с Москвой, возможно, по каналам спецслужб. Но, опять-таки, я бы не стал преувеличивать все эти опасности. Смотрите, в реальной жизни на самом деле все очень неплохо складывается у официального Киева. Состоялся визит словацкого нового премьера Фицу в Украину. Я, простите, вот сейчас только на память не помню, он встречался с Шмыгалем в... в смысле, не в Запорожье, в Ужгороде, да? Да. Ну вот, видите, они там достигли каких-то договоренностей. Острота отношений со Словакией снята. Опять-таки, вот можно отметить то, что успешные переговоры провел министр иностранных дел вместе с главой офиса президента Ермака, я имею в виду Кулеба и Ермак, встречались с венгерским министром иностранных дел Сиярто, да? И о чем они в деталях там договорились, я, честно говоря, не знаю и строить разного рода догадки не хочу, но мы видим, что Орбан, большой друг Путина, уже заявляет, что не будет возражать против предоставления вот этого вот пакета, 50-миллиардного пакета финансовой помощи Украине, рассчитанного на ближайшие несколько лет. Единственное с той оговоркой, что каждый год будем проводить проводить ревизию того, сколько денег предоставлено, как они были потрачены, на что они были израсходованы, ну, в общем, дал заднюю, что называется, господин Орбан. Как, собственно, я и предполагал, что в тот раз его послали, помните, когда решался вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. В какой-то момент его отправили пить кофе, и пока он пил кофе, в его отсутствие замечательно все проголосовали. У него там своя есть финансовая заинтересованность. Вы помните, что были заморожены пакеты, которые, финансирование Евросоюза, которое должно было получить венгерское правительство, для того, чтобы добиться размораживания этих финансовых пакетов, были выдвинуты определенные условия, как я понимаю, руководством Евросоюза. И одним из этих условий было снятие препятствий в оказании помощи Украине. Все это было предсказуемо. Я, например, в отличие от американцев, в отношении европейцев у меня никаких особых сомнений не было. Проголосуют, протянут руку помощи, организуют финансирование, организуют, если будет не хватать военной помощи из Соединенных Штатов, организуют дополнительную военную помощь из Европы. Относительно американцев, какие у вас сейчас прогнозы или делать их вообще сейчас вещь неблагодарная? Все может в любой момент измениться? Вы знаете, мне кажется, что сейчас в Америке, чем дальше, тем больше все будет подчинено интересам предвыборной кампании. Предвыборной кампании Байдена, с одной стороны, предвыборной кампании Трампа, с другой стороны. Ну, вы помните, что как только забрежил определенный свет в конце туннеля, на маршруте переговоров между демократами и республиканцами относительно размораживания подвисшего в воздухе пакета помощи Украине и Израилю, который был опрометчиво, как мы сейчас уже понимаем, увязан с выделением финансирования на укрепление границы, как тут же Трамп начал категорически против этого возражать, и уже республиканцы заговорили о том, что, ну, послушайте, мы не можем идти поперек позиции человека, который, скорее всего, станет кандидатом в президенты от нашей партии. Мы не можем подрывать его предвыборные позиции. Я, к сожалению, опасаюсь, что до выборов, я очень хотел бы, чтобы в данном случае я ошибся, но у меня такое ощущение, что до выборов, а до выборов еще 40 недель осталось, вот сегодня у нас вторник, вот ровно 40 недель сегодня до выборов в Америке, которые состоятся в первый вторник после первого понедельника ноября, 5 ноября. Вот до этого момента, а может быть, даже до инаугурации Трампа, если Трамп победит на этих выборах, ничего не произойдет. Ну, если переизберут Байдена на второй срок, ну, я думаю, тут ситуация поменяется сразу после выборов. Но сейчас, как я понимаю, шансы приблизительно равны, где-то они более благоприятны для Трампа, где-то более благоприятны для Байдена. Сейчас, по-моему, никто не возьмется с уверенностью предсказать, чем все это закончится в ноябре. Но пока, боюсь, все, что касается Украины, там будет сейчас пробуксовывать. Рад, буду ошибиться. Тема большой войны между Соединенными Штатами и Ираном опять в информационной повестке благодаря сообщению Блумберга о том, что якобы Байден собирается принять самое важное решение за время своего президентства, а именно США рассматривают возможность нанести удар по Ирану, в том числе и атаковать иранских чиновников. Как вы прокомментируете такие сообщения? Возможно ли, в принципе, большая война? Я вот, честно говоря, не совсем понимаю, что имеется в виду под атакой на иранских чиновников. Имеется в виду введение против них каких-то дополнительных санкций или попытка их физической ликвидации? Вот тут мне не совсем понятно, о чем идет речь. Но если говорить о возможности нанесения военных ударов по иранским ядерным объектам, по каким-то объектам военной инфраструктуры, по, может быть, речь идет о табам или районам, где дислоцируются отряды корпуса стражей «Исламская революция», которые, как известно, действуют не только в Иране, но и за его пределами. Это касается и Ирака, и Сирии, и, возможно, каких-то других стран. Иран, может быть, есть присутствие этих самых стражей и в Южном Ливане, может быть, они и там размещены. Но, во всяком случае, ясно, что Иран проводит агрессивную внешнюю политику в регионе Ближнего и Среднего Востока. Ясно, что Иран по-прежнему пытается претендовать на такую военно-политическую гегемонию в этом регионе. И надо сказать, что это давно происходит с Ираном. Иран всегда мечтал быть региональной сверхдержавой, и у него для этого есть основания. Численность населения Ирана приближается, а, может быть, уже перевалила, за 90 миллионов человек. Иран – страна, которая занимает колоссальную территорию. Вот вы знаете, когда мы смотрим на географическую карту, мы не всегда понимаем реальные размеры той или иной страны. То есть, скажем, того или иного географического региона мира. Потому что, на самом деле, это из-за того, что мы по-прежнему используем на глобусе, на картах, старинную проекцию Меркатора, так называемую, которая искажает соотносительные, вот зрительно искажает соотносительные размеры тех или иных континентов, материков, субконтинентов. В действительности, я вот на бумажке посчитал, ради интереса, что территория Ирана примерно равна всей территории Западной Европы. То есть, вот, не верите, сами проверьте. Просто на калькуляторе. Это территория Франции, Испании, Португалии и Германии вместо взятая. То есть, вот, примерно вся Западная Европа, вот такая большая эта страна Иран, где есть значительное количество вооруженных сил и вооружений. Страна эта богата нефтью и газом, имеет выход к Персидскому заливу, к Каспийскому морю. Ну и у власти там находятся отмороженные мулы, так называемые вот эти вот аятолы, стоящие у руля Исламской Республики, которые испокон веков исповедуют, ну не испокон веков, я преувеличиваю, но вот с тех самых пор, как там произошла так называемая Исламская Революция в 1979 году, когда к власти пришел имам Хамени, вот с тех самых пор они стали исповедовать политику конфронтации с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами, и идею экспорта Исламской Революции в другие страны региона. И сейчас как раз у власти находятся представители, ну скажем так, наиболее радикальной части иранского, исламского политического истеблишмента, потому что были периоды, когда к власти приходили умеренные, с таким флером легким либеральности, исламские политические деятели, но сейчас как раз балы правят правые радикалы. И это проблема для Соединенных Штатов, которую они не могут решить в некотором смысле с 1978 года. Вот в 1978 году, собственно, началась вот эта вот, на самом деле, исламская контрреволюция, потому что тогда в Иране у власти находился монархический шахский режим, который пытался проводить в стране экономические и социальные реформы, направленные на то, чтобы сделать страну значительно более европейской, европеизированной. Шах был важным союзником Америки и стран Запада в регионе. Ну и в результате того, что наиболее отсталые массы населения Ирана выступали за то, чтобы страна отказалась от вот этого проевропейского курса, американцы утратили там свои позиции, потеряли свое влияние. Они жестоко просчитались, они не видели, что исламское движение таит в себе колоссальную угрозу их интересам и интересам вообще прозападных сил в регионе. И в результате шах вынужден был покинуть страну, превратиться в политического беженца, политического эмигранта, а к власти пришел вот этот вот седобородый аятулла, которого стали называть имамом Хамени. И возникла, собственно говоря, вот Айсламская республика, с которой сейчас мир по-прежнему не знает, чего делать. В условиях борьбы на выборах, ну, какая-то решительная победа над Ираном, какая-то попытка укоротить ему руки, тем более, что мы же видим, гибнут американские военнослужащие в результате террористических актов и военных атак, которые осуществляются проиранскими силами, за которыми как минимум стоит Иран, в результате того, что Израиль подвергся нападению Хамаса, за которым опять-таки стоит Иран, ну, конечно же, какая-то решительная победа над иранским правящим режимом, в том числе с применением военных мер, могла бы стать очень большим плюсом для Джо Байдена в ходе предвыборной кампании. Знаете, вот как когда-то Джордж Буш-старший победил Саддама Хусейна во время войны в Заливе и освободил Куэйт. Правда, его это не спасло, это очень сильно подняло его популярность в Америке, но дальше случилось непредвиденное. Начался экономический кризис, точнее, полоса, скажем так, экономических неурядиц. Кризисом, может быть, это было бы назвать слишком сильно, но на выборах 92-го года он проиграл Клинтону, прежде всего потому, что американская экономика находилась не в лучшем состоянии, а сейчас, смотрите, наоборот, американская экономика опять пошла на подъем. Вопрос в том, успеет ли американский избиратель это почувствовать. Потому что улучшение экономического положения в стране, оно ощущается рядовыми гражданами не сразу, там определенный, всегда есть временной лаг, временной зазор. Да, вот экономика стала расти, но... Почувствовать это могут после президентских... Да, это нужно, чтобы прошло несколько месяцев, а то и полгода-год. Успеют ли американцы почувствовать это к ноябрю месяцу? Большой вопрос. Евгений Алексеевич, знаю, что вы ограничены во времени, тем не менее, очень хочу услышать вашу точку зрения по поводу Бориса Надеждина. Все-таки это подсадная утка для того, чтобы, знаете, показать то, что процесс выборов президентских в России, он все-таки демократичен. Либо действительно это сейчас серьезный вызов для кремлевских властей? Ну, смотрите, пункт первый. У меня лично нет никаких сомнений, что Борис Надеждин возник изначально, его фамилия появилась сейчас на политическом горизонте России в связи с попытками тех людей, которые отвечают за организацию и проведение так называемых выборов в марте этого года. Нужно было эти выборы представить как достаточно легитимные. Вот, пожалуйста, тут у нас не только президент Путин добивается переизбрания на очередной срок, но у нас тут есть и другие кандидаты, есть и правые, есть и левые. Вот, и либеральный демократический кандидат у нас тоже имеется в лице господина Надеждина. Но потом что-то пошло наперекосяк. и сейчас, в общем, что бы там ни говорил сам Надеждин, вот я призываю тех, кто меня сейчас смотрит, тех, кто смотрит наш с вами разговор, абстрагироваться, если угодно, от тех заявлений, которые делает Надеждин в разных интервью. Он сейчас очень много выступает, он дает интервью в основном там разным YouTube-каналам. И, конечно, если там внимательно с карандашом в руках сесть и послушать это интервью, там записать некоторые его формулировки, ну, там, конечно, вопросительные, восклицательные знаки у вас будут появляться через слово, через фразу. очень много вопросов, очень много сомнений может справедливым образом возникнуть у любого внимательного зрителя, который говорит, подождите, подождите, ну, какой же он к черту либерал там? И вообще, что он там несет? Здесь, конечно, нужно сделать поправку на то, что господин Надеждин все эти интервью дает в условиях очень жестких репрессивных законов, которые уже не первый год действует в Российской Федерации и если он действительно хочет чего-то там показать, чего-то добиться на выборах, он вынужден играть по этим правилам. То есть в случае чего его могут обвинить в том, что он распространяет фейки об армии, в том, что он подвергает сомнению политику партии правительства, что называется, что он подвергает сомнению целостность Российской Федерации, потому что нравится нам с вами это или нет, но Путин объявил оккупированные украинские территории частью единой и неделимой Российской Федерации. Аннексировал Крым, аннексировал часть Донецкой, часть Луганской, часть Херсонской, часть Запорожской области, и теперь их называют новыми землями, новыми территориями. Выборы там, кстати, собираются проводить, тем самым, на самом деле, попадая, на мой взгляд, в некую ловушку, потому что как теперь после этого даже его союзникам будет признавать результаты выборов легитимными, если эти выборы проходили в том числе и на тех территориях, которые никто в мире легитимными не признает. Это большая проблема, на самом деле, с которой столкнутся государства и правительства разных стран мира. Вот как признавать Путина легитимно избранным президентом, если за него отдавали голоса на тех территориях, которые эти страны, эти государства, эти правительства отказываются признать. Но возвращаясь к Надеждину, понимаете, вот забудем о том, что он говорит. Обратим внимание только на одно, что неожиданно кандидатура Надеждина вызвала энтузиазм у значительного числа российских граждан. Нам трудно посчитать, сколько людей там стояло в этих очередях. Но стояли они, судя по всему, искренне. То есть это была не массовка, это была не инсценировка. Кстати говоря, я вам так скажу, если вспомнить все эти митинги и шествия в поддержку Путина, которые периодически организовывались, устроены они были весьма плохеньким образом. Не умеют там собирать вот такой вот искренней массовки, которая хотя бы напоминала отдаленно всенародную поддержку Путина. Как справедливо многие говорят, вспоминая поход Пригожина на Москву. Как-то вот никто не вышел защищать любимого президента от взбесившегося Пригожина. Как-то вот не прибывалось. Да, вот все разбежались, а народ на улице не вышел. Помните, когда был Пуч, попытка Пуч в Турции, как люди пошли защищать Эрдогана. В 2016 году, да? В 2016 году, когда сторонники Эрдогана чуть ли не под танки ложились. Ничего такого мы не наблюдали сейчас. Поэтому я лично не верю категорически в то, как вот некоторые утверждают горячие головы, что это все инсценировка, это тоже там специально организованные люди стояли в очередях. Нет, в очередях стояли люди, которым надоело бессменное пребывание Путина у власти. И сейчас ситуация Цук-Цванга, понимаете, потому что знаете, в шахматах Цук-Цванг это такая позиция на доске, когда вот какой-то ход не сделаешь, он ведет к поражению. Хороших ходов нет, все ходы плохие. И вот сейчас не зарегистрировать Надеждина, отказать ему в регистрации, там, возбудив против него уголовное дело, или там, признав его иностранным агентом, или каким-нибудь там нежелательным элементом, но это скандал, скандал-скандалище. Зарегистрировать это значит рисковать тем, что за него там пойдут голосовать, как за Тихановскую. Ну, смотрите, вот, кстати, я не хочу никого обидеть, но из Светланы Тихановской не получилось лидера белорусской оппозиции. Ну, вот, надо, положа руку на сердце, говорить правду, но не вышло из Светланы Тихановской настоящего лидера противников Александра Лукашенко. Ну, не получилось. Не дано. А из Надежды она получится? Так нет, я тоже подозреваю, что из него ничего не получится, да, но это же не перечеркивает, вот, то, что не состоялось Светлана Тихановская как настоящий оппозиционный политик, как действительно лидер оппозиции, это не значит, что не было вот этих протестов. Именно массовые протесты, электоральные протесты, массовое голосование против Лукашенко сделали его нелегитимным президентом. И если пойдут голосовать за, если допустят его к выборам, и за него пойдут голосовать так же дружно, как сейчас ходили собирать подписи, это тоже сделает Путина нелегитимным победителем выборов. Победу-то ему нарисуют, да, неважно, вы поймите, что там будут считать в Центр-Изберкоме, это к реальному волеизъявлению российских граждан отношения иметь не будет, да, то есть там нарисуют какие угодно цифры у Элочки Людоедки Панфиловой, но вот как мы сейчас видели на экранах вот эти вот длинные очереди, точно так же вполне вероятно мы увидим протесты граждан, которые проголосовали за надеждой на какой бы он ни был, да, а потом выяснили, что они оказывается не голосовали. Это сценарий, который был в Москве в 2011 году, когда москвичи совершенно четко понимали, что они голосовали за кого угодно, только не за Единую Россию, а когда им показали, что Единая Россия одержала убедительную победу в Москве, они сказали, нет, этого быть не может, потому что я не голосовал, друзья мои не голосовали, родня моя не голосовала, и вообще я не знаю ни одного человека, который бы за эту самую ядрашу голосовал бы, да, и пошли митинговать, ну, время было другое, тогда митинговать было не так страшно, как сейчас, но, тем не менее, сценарий Болотное 2 возможен, исходя из того, что вы говорите. Да, наверное, возможен, я бы его не отрицал, тем более, что, знаете, когда начинается движуха, очень часто, ну, как это вот было в истории с маршем Пригожина на Москву, начинается движуха, кто-то куда-то марширует, на Москву, на Питер, на Кремль, и все прячутся, и сразу как-то вот рассасываются эти самые силовики, поэтому давайте подождем, посмотрим, вот, если мне память не изменяет, до первого числа уже, первого числа заканчивается сбор подписей, 31, по-моему, последний, последний срок, и, собственно, Центр избирком должен объявить, регистрирует он Надеждин или не регистрирует, или вот сейчас может быть в пятницу у нас такой ключевой день, по пятницам объявляют иностранных агентов новых, вот, не исключен такой вариант, что по доносу вот этого профессионального стукача Бородина, Бородин, кажется, его фамилия, вот, быстренько Минюст занесет Надеждина в список иностранных агентов, а иностранные агенты не имеют права там баллотироваться на пост президента страны. Будем наблюдать. Да, будем наблюдать. Следим за развитием событий. Евгений Алексеевич, благодарю вас, что нашли время и возможность присоединиться к стриму. Знаю, что вы очень ограничены во времени. Всегда вас рады верить на канале сейчас. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»